Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас приветствую из нашего города, из Клинчану-Термия. Для тех, кто первый раз попал на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все три мои платформы здесь, на данном ресурсе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. У меня туристы приедут из Рима. У нас уже была экскурсия по Риму с ними. Решили приехать к нам в Клинчану. Они остановятся вот в этом отеле, отель Ифонти. Ифонти. И мои постоянные подписчики, вы его знаете. И вообще хочу сказать, что отель этот очень и очень моим туристам полюбился. Друзья, вот мы с вами уже в гостинице. Этот отель вам знаком. Жду туристов. И сейчас, поскольку вы попросили меня показать некоторые номера, вы не нашли на сайте отеля, как выглядят номера, поэтому мы сейчас с вами поднимемся, и я смогу вам это показать. Друзья, я вам сейчас покажу... Мы... Куатручен... Куатручен... А, мы на третьем этаже сейчас с вами. На третьем. Не обращайте внимания, идет уборка, потому что в это время, как правило, делается чек-аут. Вот, и мы вам покажем сейчас стандартный номер, номер 316. Смотрите, это одноместный номер. Посмотрите, пожалуйста, с французской кроватью. Вот, посмотрите, пожалуйста, все было отремонтировано не так давно. Вот это санузел. И здесь душ. Вот я вам могу показать. Видите, душ выглядит вот таким образом. То есть, это одноконна, костал и костостанца. Вот, потом нам скажут все цены, чтобы вы знали. Вот, смотрите, холл, шкаф здесь есть. То есть, не то, что вы попадаете сразу же в номер. Здесь есть и небольшой коридор. Так, друзья, значит, сейчас мы с вами, я вам покажу, извините, только здесь еще раскардаш. Но это стандартный номер. Делайте вид, что он как будто бы был прибран. Не обращайте внимания, что еще горничные не успели сделать уборку. Ну, в общем, вот такой вот номер, он является стандартным номером семейным. Вот. Потом мы вам все цены... Вот, и здесь санузел. Санузел. Так, я не буду включать свет, поскольку здесь, извините, вот полотенце. Ну, в общем, там душевая, душевая уже побольше. Вот, просто извините, я приехала пораньше перед приездом моих туристов для того, чтобы поснимать, поскольку была вот такая просьба. Так, здесь окна. Здесь вид на площадь Италии, но есть еще номера с видом на противоположную сторону, то есть на долины Тосканы. Здесь рядом есть номер, смотрите, семейный, то есть мама, папа и бомбино, то есть ребенок. И, значит, здесь тоже вот санузел. Так, темно. Ну, в общем, санузел стандартный, как вы только что видели. Так. Могу свет включить. А, вот. Вот, посмотрите, пожалуйста. Выглядит так. Друзья, вот это последний этаж, где находится, четвертый этаж, где находятся сьюты. Ва. Так. Я вам хочу сказать, друзья, сразу, что вот такой вот номер, он стоит, знаете, сколько? 110 евро. В сутки. Понимаете? В сутки. Это не Рим вам, это не Милан. Вот я сейчас хочу просто поснимать, получше показать вам, как это все выглядит, как выглядит эта прелесть. Пожалуйста. Вот здесь есть выход на балкон. Какой стоит террацин? Вера? Ти. Папа. Смотрите, этот номер, он имеет свою террасу. Можно посидеть на ней вечером. Я выходить не буду, но выйти неплохо, да? Террасу так портить ничего не буду. Все на место поставлю, как было раньше. Так, здесь еще одна терраса. Смотрите. Вот. Вы в Риме такой отель возьмете, в Риме или во Флоренции, он будет стоить 600-700 евро. А может быть и по тысячу. А здесь 110 он стоит сутки. О, смотрите, какая ванная здесь. Поэтому вы можете приехать в Кенчано-Терми. В Кенчано-Терми вы можете остаться на одну неделю. Пожалуйста, отсюда трансфер машины есть. Полтора часа вы в Риме, полтора часа вы во Флоренции, час вы в Сиене. Вот такой номер, посмотрите, потрясающий. 110 евро в сутки. Ну, посмотрите, пожалуйста, Букин, сколько стоят отели в Риме или сколько они стоят во Флоренции. Зачем выбрасывать деньги? Вы приезжаете к нам в Кенчану, вы берете вот этот отель и фонти, и, пожалуйста, вы можете здесь находиться 5 дней, неделю вы можете находиться. За неделю вы здесь заплатите, а за отель столько, сколько вы заплатите в сутки в Риме. Друзья, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, посмотрите, какие у нас замечательные цены здесь. Вы приезжаете в отель, сейчас мы посмотрим цены, сколько стоят. Ну, вот тот номер, Сьют, который я вам показала, 110 евро в сутки. То есть представьте, что вы останавливаетесь здесь на неделю, и вы платите, как будто бы в Риме или во Флоренции, в сутки цена такая же, 600, 700, 800 евро. Здесь за неделю, а там в сутки. Пожалуйста, Кенчану очень хорошо расположено, то есть полтора часа вы в Риме, полтора часа вы во Флоренции. Здесь можно взять машину Эна Чичи, то, что делали мои туристы, все равно это более демократичные цены. Можно передвигаться на поезде, можно передвигаться на автобусе, как угодно. Жду моих туристов. И сейчас... Ага, смотрите, вот сейчас номер на одного человека, который я вам показала. Вот сейчас в ноябре он стоит 70 евро. Смотрите, значит, 70 евро. Что входит в 70 евро? 70 евро – это номер и завтрак. Ли, Эфану Лакулапсона. Сейчас я вам все покажу. Но если вы хотите отужинать, отобедать или отужинать в этом отеле, тогда 30 евро еще. Но, в принципе, это можно сделать и в городе где-нибудь. 70 евро. Так, теперь вот здесь завтрак. Вот посмотрите, пожалуйста. Бонжорно. Вот здесь завтрак. Смотрите, как здорово. Вот, поэтому от 70 до 110 евро. Вот такие вот цены здесь. Но отель просто замечательный. Отремонтированный. Чисто, аккуратно. Находится в районе площади Италии. Поэтому приезжайте сюда и вы сравните с тем, что вам предлагают в Риме или с тем, что вам предлагают во Флоренции. Разница очень большая. Чисто, аккуратно, хороший сервис. Посмотрите, пожалуйста. То есть здесь и завтрак, здесь и обед, здесь ужин, пожалуйста. Сижу, жду моих туристов. С минуты на минуту должны подъехать. Вот, отлично, туристы приехали. Здравствуйте. Игра, но золото, это просто потрясающая работа. Ну, как я вам сказала, основная коллекция, это у нас с вами будет подальше. И вот это единственный столик, где проворачиваются колесики. Все остальные колесики зафиксированы. Идем дальше. Да, вот это вот для пасты. Откидывать пасту. Половничек, которому 2,5 тысячи лет. Какой город мы садим с вами сегодня? Кинчану Терми. Это русский музей города Кинчану Терми. Пасту нашего маничества было запрещено. И в те времена. Вот они, монетки. Идем дальше. Вот это мое. Вот это мой самый-самый любимый зал. И мы сейчас с вами пройдем в противоположную часть. Повернем налево и оттуда. Мы начнем. То есть продолжим. Вот это хранилище зерна средневековое. Как я вам сказала, а потом они здесь сделали музей. Проходите, проходите, пожалуйста, друзья. Нет, вот эта часть, где мы с вами находимся, средневековая. А вот когда мы с вами были наверху, вот там надстройка. Именно... Это талант надо иметь. А вот здесь, смотрите, вот это блогеры. Блогеры. Вот они, блогеры. Эти события. Здесь не так много чего произошло. Здесь побольше. В наше поколение мы ничего не оставим нашим потомкам. Страна. Видите? О, полициана. Цены стандартные. Кстати, для Рима очень невысокие. Теперь в конце, да? Вот. Выпивка. Смотрите, там вино 9, да? Вода столько-то. Кофе 2 евро. Капучино 2000. Чай 1500. Это штраф. Потому что после обеда нельзя это пить. Это штраф. Капучино только утром. И чай после обеда не пьют. Вот так вот. Мы в Монтепульчано. Вот. И Монтепульчано готовится к Рождеству. Это так приятно, когда ставят вот эти лавочки. Потом в начале января это все будет закрыто. Вообще здесь хорошая ярмарка всегда проходила в Монтепульчано. Так. Ну что ж. И колодец. И герб Медичи. Ну что ж, друзья. А, и гирлянды, смотрите, рождественские уже повесили. В общем, это все очень приятно. Нам надо только дождаться, чтобы вышло солнце. Вот оно с этой стороны. И панорама моментально изменится. Церковь Святого Биаджо. Вот сегодня оттенки другие. Мы были вчера с туристами здесь. И это выглядело совершенно иначе. Вот, смотрите, солнце стало проявляться. Видите? Все. И такое ощущение, что перед нами совершенно другая панорама. Совершенно другое. Осторожно только не упасть ни в коем случае. Я высоты боюсь. Так, возьми медленно панорамную. Да. И сделаю, у тебя получится вообще. Как солнышко появляется. Картина, да? Вот, кафе Полициано. Знаменитое. Вот. А мы сейчас идем в Эркулане на дегустацию. Это мы уже в Эркулане. Эркулане. Вот и герб наверху, посмотрите. И вот здесь док. И джи. Да. Это благородная Монтепульчана. И вот сейчас про этот поплавок наверху расскажу. Почему такая существует необходимость. Интересная вещь. Здесь есть такой колодец, который называется колодец любви. Сейчас я вам о нем расскажу. Можете заглянуть и посмотреть вниз. Видите, сколько утварей здесь. Масло. Масло, да. А вот здесь, здесь шерсть обрабатывалась. Поэтому так и называется вот эта комната шерсть. И здесь обрабатывалась шерсть. Вот таким образом. И вот здесь благородная Монтепульчана. Это мы хорошо с вами зашли. Видите, какие бочечки. Будьте вам любят. Запах. Запах не передает. Вот видеокамера. Это мы в конюшню пришли. Вообще фамилия Эркулани. Вот. Здесь лошадей перевязывали. Она очень распространенная в Южной Тоскане. Так же, собственно говоря, как и с Антонией. Поэтому Эркулани, они не только в Монтепульчану. У нас в Кинчану тоже достаточно много Эркулани. Но они известны. Вот видите, как производители. Седло. Да. Это вот для вашей дочки. Сфотографируйте. А вот здесь то, что использовали плотники в прежние времена. Весы здесь вы увидите. А вот дальше, уже перед тем, как мы поднимемся наверх, там будут приспособления для средневековых пыток. Настоящие. А вот здесь представлено, что покрепче. Видите, выпил для храбрости. А потом тебя вот в такую вещь. Не так страшно будет. Видите, как капканы. Вот. Это орудие пыток. Вон ключик. Так, в затылок ставят. Бабах, да. Вот еще и здесь. Видите, как ошейник с ключиком. Хух, брр. Ничего не изменилось. Ну, руссо, 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 руссо. Вы знаете, нам лучше, знаете, какие? Окей, иди, 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 иди. Мы в Пьенце. Ну, а здесь у нас сырок. Ой, запах какой. Вот почему? Нет, конечно, не будут. И почему видеокамера не передает запах, а? И вина попробовали, и вино приобрели в Эркулане. И сырок, и вот так вот на ужин в отеле, который я сняла сегодня. Это Элефонте. Мои туристы решили, что вечером ужинать не пойдут. Попробуют всякой вкуснятины в отеле. Жизнь прекрасна. Вот. В городе Пьенце мы с вами. Самая красивая Тоскана. Южная Тоскана. Осмотрим дворец, где снимался фильм Ромео и Джульетта. А вот здесь с ним начинался снимать фильм, Кончаловский фильм о Микеланджело. Грех. А музыку для этого фильма Ромео и Джульетта написал Нино Ротто. Вот отсюда она выглядывала, Джульетта, из этого окна. Вот тот самый храм, в котором мы с вами только что были. Алтарь мы видели. Вот он перед нами. Вот она, Вальдорча. Перед нами смотровая площадка, откуда, на мой взгляд, открывается один из самых красивых видов на Вальдорча. Орча – это река, которая протекает через вот эту часть Тосканы. Орча. Вальдорча – это долины. Долины реки Орча. Ну, вот, друзья, вот так вот и прошел наш день с моими туристами. Прошел день чудесно. Хочется все равно думать о хорошем, о позитиве, что все это безобразие закончится. Каждый день молюсь. И все смогут приехать к нам. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.